Друзья, всем привет! Ну вот Захар Прилепин уже потихонечку приходит в себя, приходит, выходит на связь, общается с журналистами, и он сообщил сегодня в беседе с одним из журналистов, что украинские диверсионные группы пытаются его убить уже последние 6 лет. Он вот практически последнее время живет в таком подвешенном состоянии. И вот что он говорит. А впервые мне сообщили о том, что по мне работают несколько диверсионных групп еще в 2017 году. Я был в пятерке на ликвидацию. С тех пор подобные вещи происходили постоянно. В том же году саперы дважды снимали фугасы прямо возле моего дома в Донецке. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР. Последний раз было предупреждение от наших спецслужб накануне выезда из ЛНР. Я, действующий офицер из гвардии, предупредили, что в городе работают несколько групп по мне, и просили быть аккуратнее. Собственно говоря, это постоянный фон жизни. Я так как-то даже привык, насколько это возможно. Это обычная манера работы той стороны, как говорит Захар Прилепин. Но мне, конечно, странно от того, что если разведка знает, что по человеку работают, и что его пасут, почему нельзя было сделать какую-то замануху, какой-то план-перехват уже не дожидаясь, пока на тебя покусятся. А вот если вы знаете, что в городе в конкретном человек живет, и на него может совершиться покушение, почему тогда не предотвратили это все заранее? Я вот не понимаю этого. Писатель отметил, что произошедшее не повлияет на его деятельность, и он продолжит служить по контракту в Росгвардии. Ну и как вот мы знаем, 6 мая 20-летний диверсант из Украины Александр, которому сейчас выдвинуто обвинение по двум статьям, ему грозит по одной статье 20 лет, по другой 15. Он совершил подрыв автомобиля, в котором был Захар Прилипин. И еще раз напомню, по последним данным, оказывается, сам Захар Прилипин был за рулем, а как раз со стороны пассажира был взрыв, поэтому человек погиб на месте его водителя. Тоже 20-летний парень, очень молодой. Так что, друзья, пишите ваше мнение в комментариях, будет интересно почитать. Всем пока-пока, удачки и берегите себя.